МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе темы дня. Дом разрушается. Сейчас снег, зима. Снег растает, все эти воды идут под дом. Фундамента в нашем доме нет. В Копейске Челябинской области в ветхом доме рухнула стена, едва не придавив жильцов. Расселить развалюху власти обещают лишь в 2023-м. Голосование будет проходить в один тур. Голосовать сможет каждый гражданин, но один раз. Один раз очень четкая система контроля. За честные выборы КПРФ и левопатриотические силы определят единого кандидата на должность мэра Москвы путем праймерис. Мир народам может принести только социализм. А к социализму, к сожалению, нельзя прийти в другой стране. Каждой отдельно взятой стране необходимо добиваться этого. Меньше чем через месяц во всем мире будут отмечать 200-летие со дня рождения Карла Маркса. Насколько актуальна идея немецкого мыслителя сегодня? В Челябинской области в ветхом доме рухнула стена, едва не придавив жителей. Несмотря на то, что здание разрушалось уже много лет, его признали аварийным только этой весной. Расселить развалюху власти обещают лишь в 2023-м. Рассказывает Кирилл Гуцков. Дом номер 33 по улице Дундича известен на весь Копейск. Каждую зиму местные приходят сюда подивиться на гигантские сосульки в одной из квартир, наросшие от потолка до пола. Развлечению пришел конец. Стена, на которой висели сталактиты, недавно рухнула. Полуразрушенный дом 1931 года постройки, в которой и зайти-то страшно, не то что жить, был признан аварийным лишь нынешней весной. Но для жителей это не значит ровным счетом ничего. Мы сделали запрос в администрацию, когда ждать нам расселения. У нас поступил ответ, что не раньше 2023 года. Но дом разрушается. Сейчас вот снег, зима. Снег растает, все эти воды идут под дом. Фундамента в нашем доме нет. Здание стоит на голой земле. Канализация давно не работает. Из удобств выгребные ямы под окнами. Дом весь в трещинах. Оконные рамы не держатся в разрушающихся стенах. Проблема с канализацией, с водоснабжением. Тоже это все перемерзает. Потому что, опять же, в доме везде идут щели, трещины. Это уже никак не остановить. Из-за этого все тепло выветривается. И все начинает замерзать. В соседней квартире люди пользуются и газом, и печками. И, тем не менее, это не помогает для того, чтобы нормальная жизнь. Стена рухнула в квартире, принадлежащей бывшим воспитанницам детдома Елене и Веронике Танас. В течение многих лет сестры пытаются доказать властям, что жить в развалюхе невозможно. Но чиновникам до проблем жильцов, похоже, дела нет. В администрации Копейска твердят лишь одно. Дом признан аварийным недавно. Денег на ваше расселение нет. Ждите. Они просто разводят руками. Вы не первые, вы не последние. Как бы они толком никаких ответов не дают, не разговаривают. Все. Коротко и ясно. Мы еще за 15-й год никого не расстелили. Вам только вручили документы, вы уже хотите квартиры. Можно сказать, выставляют все за дверь. Елена обращалась и в прокуратуру, и в администрацию области, и в правительство, и к президенту. Все письма спускают обратно в Копейск. Злополучный дом может рухнуть в любой момент. И жители боятся, что до расселения они просто не доживут. Кирилл Гуцков, Красная линия. В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к предстоящим выборам столичного мэра. На них единый кандидат от КПРФ будет выдвинут после обсуждения с блоком левопатриотических сил и с учетом мнения москвичей. Поэтому и сам проект по определению достойного претендента носит название «Моссовет-2018». Нового градоначальника изберут уже в сентябре этого года. Подробности в материале Георгия Крысенко. Формат выбора народных кандидатов путем широкого обсуждения уже проводился прошлой осенью перед президентскими выборами и зарекомендовал себя очень хорошо. По его итогам Компартия выдвинула единого кандидата на пост главы государства Павла Грудинина. Похожую схему решено применить и сейчас, незадолго до старта столичной выборной кампании, намеченной на начало осени. Мы считаем, что кандидат мэра Москвы от левопатриотических сил должен быть тот человек, который в ходе праймерис получит серьезную поддержку наших сторонников, наших избирателей. Это очевидно и мы стартуем первыми, в отличие от многих других. Уже завтра, 19 апреля, начнется голосование. Интернет-портал, на котором каждый житель города сможет проголосовать за одного из кандидатов, называется «Моссовет-2018». Такое название выбрано организаторами не случайно. Москвичам предлагают посоветовать, кто, по их мнению, достоин стать новым мэром. В течение месяца будет идти голосование до 19 мая. Затем мы подведем итоги на следующий день. Голосование будет проходить в один тур. Голосовать сможет каждый гражданин, но один раз. Один раз очень четкая система контроля, верификация с помощью СМС. То есть, если кто-то надеется фальсифицировать, накрутить себе голоса, это будет жестко пресекаться. Предложить претендента может любой желающий. Его обязательно рассмотрит оргкомитет. Кандидатом от Левого фронта стал известный журналист Максим Шевченко. В стартовом списке кандидатур, выдвинутых КПРФ, шесть фамилий. Это Валерий Рашкин, Николай Зубрилин, Денис Парфенов, Павел Тарасов, Вадим Кумин и Евгений Балашов. У всех у них большой опыт политической борьбы. Мы завершили свои внутрипартийные праймерисы. И очень удачно предложение Сергея Подоспела. Как раз вовремя мы рассчитываем обогатить новыми кандидатурами этот список. И пусть москвичи скажут свое слово. Самим правым выдвижением в данном случае будет обладать городская конференция КПРФ, которая пройдет в конце мая. Поэтому мы как раз с месячным сроком голосования успеваем. По итогам консультации с левопатриотическими силами КПРФ определит единого кандидата на пост главы города. А сам процесс его выбора обещает стать очень интересным. С мощной информационной поддержкой, дебатами кандидатов и их встречами с избирателями. Георгий Крысенко, Станислав Коваленко, Красная линия. Представители компании Телеграм обратятся в Генпрокуратуру с требованием проверить законность действий Роскомнадзора. По словам юристов компании, из-за попыток ведомства заблокировать Телеграм пострадали другие интернет-ресурсы. Отметим, что общее количество заблокированных Роскомнадзором IP-адресов превысило 15 миллионов. Коротко о других новостях в стране. В Башкирском городе Стерлитамак школьник напал с ножом на одноклассников, учительницу и поджег кабинет информатики. После этого он пытался покончить с собой. Следственный комитет возбудил в отношении подростка дело о покушении на убийство. По данным опросов ЦООМ, большинство россиян не беспокоятся из-за снижения курса рубля по отношению к доллару и евро. Две трети опрошенных заявили, что не собираются предпринимать никаких действий в случае дальнейшего подорожания иностранной валюты. Задолженность по заработной плате в России за прошлый месяц увеличилась на 65 миллионов рублей. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин. Согласно последним данным Росстата, общая задолженность по зарплате в стране составляет почти 3 миллиарда рублей. Более 70% россиян ежедневно смотрят новости по телевизору. Таковы результаты опроса, проведенного Левада-центром. Однако полученной информацией доверяет только половина респондентов. Около трети опрошенных узнают о новостях в стране и мире из интернет-изданий. В мае этого года исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса. В Европе, и в частности в Германии, готовится достойно отметить юбилей одного из величайших мыслителей 19 века. Как с марксистских позиций можно охарактеризовать ситуацию, которая сложилась в России и мире, расскажет Екатерина Иваненко. В немецком Трире, родном городе Карла Маркса, готовится широко отметить его 200-летний юбилей. На прошлой неделе в городе начали устанавливать монумент, который будет открыт 5 мая. Таким образом, люди выражают признание Марксу и его работам. Одни из известнейших его произведений «Манифест коммунистической партии» и «Капитал» вошли в топ самых популярных книг на Западе и в России. Это может означать только одно. Несмотря на то, что с момента первого издания прошло много лет, природа капитала и капитализма осталась прежней. Сегодня экономическая война идет не только между США и Китаем, она идет между США и Европой. И в этом плане мир именно вступил в капиталистическая экономика в эпоху экономических войн. Санкции – это просто часть экономических войн. И в этом плане все равно Россия, как часть этого мирового капиталистического хозяйства, все равно оказалась бы вовлеченной в эти экономические войны. Доказанную Марксом агрессию капитала сегодня может наблюдать весь мир на примере уничтожения Ирака, Ливии, конфликта в Сирии, которые Россия оказывает всестороннюю поддержку. Якобы демократический западный мир уже давно показал свое истинное лицо. Под маской толерантности скрывается звериный оскал. Ради корысти собственной выгоды капитал способен сжечь миллионы людей. Отношения в капиталистическом мире, они в буквальном смысле повторяют отношения в уголовном мире, в уголовной среде. И надеяться на то, что эти уголовники, что они вдруг сумеют выработать какую-то дорожную карту, общественные договоры и начнут целовать друг друга в десны, я убежден, что это невозможно. Выход из сложившейся ситуации по Марксу только один – социализм. История доказала, что при капиталистической системе все противоречия и конфликты решаются за счет народа. Это совершенно очевидно не только применительно к России, но и применительно к европейским странам и даже Соединенных Штатах Америки. Да, борьба крупных капиталов, как правило, идет за счет населения, за счет трудящихся и против их интересов. Россия должна сосредоточиться на решении внутренних проблем и на преодолении социально-экономического кризиса. Это создание в России правительства, которое будет национально ответственным, которое, безусловно, выберет единственный для Запада страшный курс России. Это курс на становление подлинно национального государства, которое, безусловно, может быть советским государством, единственной формой, которая для Запада неприемлема. Напомним, что 5 мая весь мир будет отмечать 200-летний юбилей Карла Маркса, одного из самых выдающихся людей мировой истории, чьи идеи актуальны и по сей день. Екатерина Иваненко, Красная линия. Минфин России распродает американские ценные бумаги. За последние месяцы объем российских активов, размещенных в гособлигации США, сократился почти на 12 миллиардов долларов. Означает ли это, что пришел конец многолетнему финансированию нашей страной экономики Америки? Почему мы не выводим все эти средства? Конечно же, их нужно вернуть в нашу страну и вложить в нашу собственную экономику. Вот это была бы разумная политика. А так, это продолжение неких, так сказать, финансовых интриг, попытка напугать Америку тем, что мы это сделаем, то, что мы выведем эти деньги. Вот это была бы реально серьезная угроза, серьезный ответ на их санкции. Но этого делать нынешняя верхушка явно не собирается. Напомним, 40 лет назад, после победы в Иране-Исламской революции, США заморозили хранящиеся в американских банках золотовалютные запасы Тегерана. Возможно, Вашингтон сегодня способен в рамках грядущих новых санкций повторить нечто подобное и с российскими активами. По мнению ряда экспертов, в любом случае эти деньги так и останутся за океаном. Эти резервы никогда в Россию не вернутся. Значит, никакого замораживания пока они не объявляют. И я думаю, что и не надо объявлять никакого замораживания, потому что валютные резервы контролируют руководство Центрального банка. Центральный банк Российской Федерации, с моей точки зрения, это филиал Федеральной резервной системы. И Центральный банк обслуживает интересы наших заокеанских партнеров. Министерство транспорта продлило разрешение на полеты американских авиакомпаний над территорией России. Оно будет действовать до 28 октября текущего года. В ведомстве отметили, что такое решение было принято при условии сохранения действующей схемы полетов. Коротко о других новостях в мире. Россия ждет справедливых выводов организации по запрещению химоружия относительно ситуации в сирийском городе Дума. Об этом заявил глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Он отметил, что сирийские и российские военные эксперты смогут наблюдать за работой организации. В Афинах не утихают протесты. Местные жители выступают против агрессии США, Великобритании и Франции в отношении Сирии. Митингующие требуют запретить участие Греции в планах НАТО и закрыть военную базу на Крите. В Ереване продолжаются акции протеста оппозиции. Демонстранты добиваются смены власти в стране. Протестующие начали строить заграждения. Отметим, что митинги против недавно избранного премьер-министра Сержа Сарксяна начались еще 13 апреля. Британское ведомство ОВКОМ, которое отвечает за контроль и конкуренцию в сфере телерадиовещания, начало с 7 новых расследований в отношении телеканала «Раша Тудэй». Медиарегулятор заподозрил российское СМИ в нарушении принципа объективности при освещении дела Скрипаля. Сила в движении. 95 лет назад, 18 апреля 1923 года, в Москве было создано первое пролетарское спортивное общество «Динамо». Оно представляло сотрудникам органов безопасности и правопорядка возможность заниматься спортом. «Динамовцы» внесли огромный вклад в многочисленные победы советского спорта. На счету членов общества около 3000 золотых наград чемпионатов мира и почти 400 золотых олимпийских медалей. С первых лет «Динамо» уделяло внимание детскому и юношескому спорту. Юные «Динамовцы» воспитали много выдающихся спортсменов. Один из известнейших – голкипер Лев Яшин. Его имя навсегда вошло в историю отечественного и мирового футбола. Первый матч чемпионата страны. Ереванский «Спартак» играет с чемпионом Советского Союза московской командой «Динамо». Атакуют хозяева поля, а не в темных футболках. Братарь «Динамо» со Флеб Яшин ликвидирует опасность. С первых лет существования «Динамо» стало символом молодости, силы, красоты и здорового спортивного азарта. Сегодня общество объединяет более 1 миллиона человек. В национальных первенствах России в игровых видах спорта под брендом «Динамо» выступает свыше 60 команд. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова